Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня гость нашей студии, гость рубрики «Серьезный разговор». Глава муниципального образования городского округа Хинска Александр Михайлович Шкарбалюк. Здравствуйте. Добрый вечер, Никита Ильич. Добрый вечер, уважаемые финцы. Довольно-таки регулярно мы с вами встречаемся. В этой студии в прошлом месяце была большая встреча во Дворце культуры, но жизнь не стоит на месте. Вопросы возникают постоянно. Ну такой первый вопрос для летнего периода. Лето у нас уже скоро закончится, вопрос очевиден. Насколько успешно идет процесс подготовки города к зиме, к очередному отопительному периоду? И насколько мы справляемся со всеми запланированными работами по благоустройству? Все ли успеваем? Да, действительно, лето подходит к концу. Не радует она нас в этом году дожди, не прекращающиеся постоянно. И поэтому часть работ по благоустройству, которые мы запланировали, уже у нас вызывает опасения. Не успеем ли мы сделать это дворовые территории, те, которые приступили к ремонту. В этом году впервые мы приступили к ремонту. Изначально были изготовлены проекты и приступили. Мы видим, мы выезжаем, смотрим. Но, напомню, это 12 дворовых территорий. И вот пока нам не дает погода дожди, дожди, дожди. Убираем старый бетон, старый асфальт. Заново готовим одежду, тротуарную плитку укладываем. Но погода нам не дает это делать. Но, надеюсь, что в сентябре погода все-таки у нас установится. У нас неплохой, как правило, сентябрь бывает. А октябрь месяц, и все-таки мы завершим. Но хотя какие-то определенные отношения по благоустройству у нас есть. Что касается подготовки объектов жизнеобеспечения. Наши теплотрассы, водоводы, сети водоотведения, котельные, жилищный фонд. Здесь мы идем по графику. Отставаний никаких нет. Мы все подготовим, сделаем. Большой объем работ выполнен, уже сделаны. Мы, в принципе, уже подготовлены. И во второй декаде, либо в третьей по погоде, как это будет, как только параметры будут достигнуты нормативные для начала отопительного периода, мы приступим к отопительному, к началу отопительного периода. Все у нас, хозяйство наше тепловое готово. Ахинское отец тоже готово. В течение двух-трех дней ранее мы на это тратили еще несколько лет назад, почти месяц на запуск, но была проделана ранее и в этом году, в том числе, большая колоссальная работа по замене сетей теплоснабжения. Они у нас в исправном состоянии. Они у нас лучше в Сахалинской области сети теплоснабжения по ветхости. У нас самый маленький процесс процент износа и ветхости тепловых сетей. И за 2-3 дня мы наше муниципальное образование в целом войдем в отопительный период, запустим, и наше население это почувствует, будет с теплом. Здесь никаких опасений нет. В целом все идет нормально. Повторюсь, что только благоустройство у нас вызывает опасения. Но то есть объективные причины – погода. Не так давно в энергетике Ахинского района произошло событие, которое я, по крайней мере, на своей памяти не помню. 18 августа мы планово остановили, полностью прекратили работу Ахинской ТЭС, посадили ее, скажем так, на ноль. Давайте еще раз напомним, для чего это мероприятие проводилось и насколько успешно вот эта тренировка прошла. Какую оценку получила? Да, уже подробно об останове, это значит противоаварийная тренировка, была руководителем Ахинской ТЭЦ Антона Николаевича Малюга подробно уже рассказывал, да, совершенно верно говорил. Но тем не менее, повторимся, это было сделано для того, чтобы проверить работоспособность аварийных источников энергоснабжения. На Ахинской ТЭЦ они представлены резервными дизель-генераторами. Два дизель-генератора, напомню, мощностью по 1,8 мегаватт. И проверить, значит, станцию установили на ноль и полностью ее восстановление с нуля сделать максимально быстро, чтобы не произошло каких-либо непредвиденных, нештатных ситуаций. Ну и как следствие разрушения систем тепла и водоснабжения прошла. А она, можно сказать, удачной, это нет, они к этому стремились, это планировали. Она прошла штатно, работа была восстановлена, она проходила в несколько этапов, аварийные источники запустились, под нагрузкой отработали, в параллель были введены, все штатно отработало, восстановили работоспособность. И по большому счету, даже по времени я сам наблюдал, это, дай бог, предыдущая пятница была. И, значит, если память мне не изменяет, по-моему, минут 45 в целом население только почувствовало ограничения, не было электроэнергии и воды еще меньше не было. Ну, запустились, насосы запустили, электроэнергии дали, по большому счету население было предупреждено, на отключение порядка планировали. Десяти часов планово не будет, но за более короткий срок запустили и восстановили полностью энергоснабжение всего района. Кроме того, проверили работу газотурбинной установки ГТУ-19, тоже она отработала, работают специалисты, приехали наладчики, там были небольшие, она очень капризная. Вот, предыдущие остановки показывали, очень капризные защиты там, очень серьезные. И вот тоже отладку делали специалисты, приезжали для того, чтобы все было у нас к зиме готово. В целом станцию подготовили, руководитель отчитался, противоаварийную тренировку 18 числа, как вы говорите, сделали, станция к работе готова. Но, повторюсь, это не панацея от всех, ведь всякое может быть, человеческий фактор. Главное не то, чтобы не допустить к этому, надо стремиться максимально быстро устранить последствия, если что-то произошло. Может быть, произойти где-то короткое замыкание, то, что вот где-то не видим в силу, например, старения, материалов каких-то, либо кабельной продукции, либо что-то еще. Всякое может быть, надо к этому быть готовым, но надо максимально быстро выходить с аварийной ситуации и с минимальными последствиями. В целом станция в нормальном состоянии находится и готова к несению максимальных нагрузок пиковых к зимнему периоду, к отопительному. Ну вот то, что мы зимой были, когда у нас момент аварийной ситуации, мы оставались без электроэнергии, это еще полбеды, но когда у нас останавливается подача циркуляции, останавливается теплоносителя, перестает поступать вода, но вот это в том числе вызывает очень большую часть негатива и люди теряют большие неудобства. Что делается для того, чтобы вот эти услуги по водоснабжению, по циркуляции теплоносителя в системе продолжались? Если не дай бог, такая ситуация случится. С мартовской аварии вынесли урок, был губернатор Сахар-Ивовской области, Лек Николаевич Кожемяка, были поручения определенные, а Хинская ТЭЦ со своей стороны, они уже установили аварийный источник энергоснабжения на подкачущую насосную станцию, значит, установили и был когда останов Ахинская ТЭЦ, они его испытали, в рабочем состоянии находится готовый, и было поручение муниципалитету обеспечить аварийным источником энергоснабжения озеро Медвежье, значит, мы работы все провели, которые были, было необходимо, составили техническое задание, подготовили в указанные сроки письма, нас направили в правительство Сахар-Ивовской области, председателю правительства Сахар-Ивовской области, на рассмотрение о выделении денег, значит, по нашей информации посчитали, взяли три потенциальных поставщика, они нам дали предложение, средняя цена 121 миллион, дизель-генератор мощностью 2 мегаватта, нам необходимо будет приобрести, вот сегодня я разговаривал с специалистами со своими, значит, сегодня крайний срок, завтра постановление правительства, правительство распоряжения будет издано, выделение муниципальному образованию 121 миллиона рублей, и мы сразу приступим к процедурам закупок аварийного источника энергоснабжения для озера Медвежье. Ну, в наших планах, значит, если все пойдет нормально, до Нового года мы на Медвежке аварийный источник энергоснабжения установим, это у нас такие планы, всякие сбои могут быть, но вот причин каких-то видимых, видимых пока мы, вот их не видно для того, чтобы мы не исполнили и не обеспечили озеро Медвежье аварийным источником энергоснабжения, и на случай, если хинская ТЭЦ, по каким-то причинам случится авария на хинской ТЭЦ оборудовании, значит, мы поставим город на циркуляцию, ПНС, есть свой источник, энергоснабжение теплоноситель будет циркулировать, а водонасосная станция озера Медвежье получит аварийный источник, и водоснабжение сразу будет, насосное оборудование на станции будет запитано от аварийного источника энергоснабжения, и надеюсь, что до этого года произойдет, и мы будем полностью, район у нас будет независим, то есть, то, что случилось в марте, такого повториться у нас больше, ну, по определению больше не должно. В начале лета, в конце мая, в июне месяце, и к нам на студию телевидения раздавалось много звонков, в социальных сетях обращались жители села Восточное, обращались по качеству питьевой воды, у них там старая система водоснабжения, грязь поступала в систему, грязная вода с ржавчиной, не белье постирать, не приготовить кушать, запускали новую скважину, вода пошла хорошая, потом какие-то были проблемы аварии, опять она останавливалась, дошла грязная вода. Очень было много возмущения, много было обращений. Как на сегодняшний день в селе Восточном обстоит дело с водоснабжением? Значит, для водоснабжения жителей села Восточное пробурены две скважины, две скважины, они обустроены с водоочисткой. Ни для кого не секрет, что в Ахе очень много подземных вод, в Ахинском районе, но качество воды оставляет желать лучше. Как правило, это превышение предельно допустимых концентраций железа и марганца. Значит, вот от этих металлов, нам химических иммунитов нам надо очищать воду. Скважины построены, запустили в эксплуатацию. Эксплуатировали нормально, но идет большой расход. Значит, тот, который расчетный, расход воды по Восточке, он не совпадает с фактическим. Почему это происходит? Берем норматив потребления, сети ветхие раз однозначно, и население очень часто, это и частные секторы, и дачи открытые, значит, открытые сети распахнут, и вода просто льется. Либо то оборудование, которое дома стоит, либо колонки, либо унитазы не льют, запорная арматура там надлежащим образом не работает. Даже экспериментировали ночью, пробовали посмотреть, стабильно по Восточке идут 8 кубометров воды в час расходуется ночью. Это при всем том, что весь поселок спит, это говорит о том, что система не герметична, есть утечки. Нашли эти утечки, поставили запорную арматуру, поселок разрезали на несколько участков, добились практически до 3 кубометров в ночной период, расход воды больше не идет. Но тем не менее, вроде бы и должны работать, но не работают. Периодическая скважина дает грязь, подбивает под клапан, водоочистки почистили, запустили, работало, и опять случилась авария. Но учитывая, что специалисты находятся в Сахалинске, на сегодня они находятся в Ахе, завтра выйдут ее, будут опять ремонтировать, смотреть, что происходит. Но это, по всей видимости, еще происходит потому, что идет большой расход воды из скважины, подхватывает грязь, песок, и в систему это все попадает. Ну, решение мы примем, просовещаемся, завтра будет совещание, возможно, будет бурение третьей скважины, бурение третьей скважины, для того, чтобы увеличить объем воды. Значит, нормативной воды мы даже увеличили с запасом, взяли, не хватает. Люди привыкли, коль скоро водонасосные, поверхные источники воды, насосы большие, качают, по 60 кубометров в час, залезь, а кто кого, либо мы их в этой воде утопим, либо они все закроют, у нас все там полетит, рам-тарарам. Но, тем не менее, такая ситуация по Восточке есть, мы и беспокойны, мы и занимаемся, я думаю, мы ее решим. Значит, бурильное оборудование находится здесь, сейчас еще одну бурят скважину в Москальво, там уже одна скважина работает, сеть водопроводную, качество воды гораздо лучше, там есть незначительное превышение по железу, но вода в разы лучше, чем поступала с грязнухи, что касается Москальво. И здесь мы тоже занимаемся, руки не опустили, я думаю, мы порядок наведем, деньги у нас на это есть, и мы, наверное, пробудим третью скважину, увеличим производительность насосов, и параметры до необходимых тоже поднимем, и село Восточное постараемся тоже, чтобы у нас было с нормальной водой. То, что на сегодня с поверхностного источника, с озера берется вода, она ни по каким критериям не подходит, к воде питьевой, и ее просто вот недопустимо всей такую воду подавать, и нам надо очень быстро разобраться с этими скважинами, если необходимо пробурить, если что-то воды по-прежнему не будет хватать. Но вот в ближайшее время мы должны эту проблему для жителей решить. Еще один такой вопрос, который вызвал довольно-таки бурное обсуждение, и за, и против, высказывались мнения, в основном, конечно, против, от автомобилистов, это перекрытие улицы Цапко на несколько часов в вечернее, утреннее время. Повесили знак «Въезд запрещен», это вызвало такую достаточно бурю негативных эмоций, и в том числе вот переживали люди, которые там живут, получается, которые люди же проживают в том районе, но не имеют права, не имеют права выезжать или проезжать, в утлени или вечерние часы, не нарушая правила. Как эта ситуация в целом, почему она сложилась, и нашла, какое она свое решение? В июле месяце текущего года с рабочим визитом наше муниципальное образование посетил министр спорта Сахалинской области Зайцев Антон и проводили встречу с общественностью в актовом зале администрации муниципального образования, здания администрации. И одно из предложений было улицу Цапко предоставить для тренировок нашим лыжникам, сделать условия, создать для занятия на лыжероллерах наших лыжников. Все поддержали, все сделали. Мы собрали совещание, пригласили начальника ГИБДД и попросили высказать свое мнение, как нам поступить, ограничить движение. Нам было рекомендовано, согласовано вопрос поставить знак въезд запрещен и часы какие есть. И был задан такой вопрос, чтобы население, то, которое там есть, особенно кто проживает, подъезжает, выезжает на работу, с работы в обеденный перерыв, чтобы оно никак не страдало и не попало в разряд нарушителей правил дорожного движения. Тем не менее, все было согласовано на основании этого с ГИБДД. На основании этого мы издали свое распоряжение, постановление главы я подписал, и все эти вот знаки мы узаконили. Но тем не менее, в соцсетях произошло бурное обсуждение, как это так, мы попали в разряд нарушителей. И еще раз мы проконсультировался, это я лично с начальником ГИБДД, и было рекомендовано знак «Въезд запрещен» заменить на «Движение запрещено». Эксплуатирующая организация МУПХ «Автотранс», которая обслуживает наши дороги и дорожные знаки, такое поручение дано, и в ближайшее время знак будет заменен на «Движение запрещено», и те люди, которые там проживают, имеют право заезжать, въезжать, скорость будет ограничена. И тот транспорт, который обслуживает, если там есть предприятие, либо магазины, завозить продукты, либо что тоже имеют по закону, под этот знак двигаться. Но хотел бы обратиться к водителям и к жителям, кто пользуется автомототранспортом, чтобы были внимательны, бдительны, потому что спортсмены занимаются, это наши с вами дети, и занятия должны быть для них безопасными. Это временное явление, а далее мы планируем все-таки в нашем городском парке лыжеролерную трассу построить. Сегодня мы пригласили одного из проектировщиков потенциальных, он нам примерно какие-то мероприятия, не мероприятия, а что там у нас будет в парке, все наши хотелки, распланировал, значит, визуализацию сделает этого проекта небольшого, мы его вынесем на общественные обсуждения, обсудим, пригласим общественность активную в администрацию и обсудим, что хотели бы, чтобы было у нас в парке. И только после этого подготовим задание на проектирование и отдадим на изготовление проекта. А что с тем же проектом, который вот проект, 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 который год говорим, говорим. Это стадион, а мы говорим о нашем парке, это чуть-чуть разные вещи, совершенно верно. Что касается стадиона, проектирование завершается, значит, уже его в самом начале сентября нам выдают проект, дальше он проходит экспертизу, выдают стадию рабочей документации и мы в этом году однозначно объявим уже аукцион на его строительство. У нас деньги из 30 миллионов, порядка 8 миллионов мы отдадим за проект, и остальные деньги мы объявим на строительство уже стадиона. И с 2017 года приступим к строительству, потому что зимой никто ничего строить не будет. Мы почему делаем это в этом году? Для того, чтобы деньги у нас остались, это деньги областные. Ежели мы аукцион в этом году не объявим, то деньги у нас порядка 22 миллионов снимут. Ну и в программу на следующий год и поступаем, заявку делаем, в этом году 22 миллиона, и на следующий год 22 мы их, наверное, не освоим, но тем не менее они у нас останутся. И на следующий год, сколько будет проект стоить, мы уже запросим в областном бюджете. На следующий год в областном бюджете мы хотим поучаствовать в строительстве бани и строительство автодороги, реконструкция. Все это будет по проекту. Улицы Советской, да, безной дороги, от нашего банка, об этом я уже тоже не разговаривал. Ну и Блюхера, да, участок, он тоже идет на следующий год? Да, он тоже по проекту, но на сколько хватит денег, сколько нам дадут. Вот баня по предварительным подсчетам, в первом приближении, чуть ли не 150 миллионов. Мы с проектировщиком сказали, нас такая сумма не устраивает, и нам никто такие деньги не даст. Они сейчас перечитывают, смотрят, они взяли по аналогу, но сейчас внимательно сметы смотрят, и я думаю, что сумма будет гораздо меньше, потому что она никуда не гожа, базовая баня у нас будет за 150 миллионов. Но тем не менее, это в приоритете бани, и мы ее должны в 2017 году построить. В этом году получим проект и обратимся за деньгами в Партии Сахалинской области и объеме аукционное ее строительство. Ну еще об одном таком объекте, не примену спросить, о котором мы сказали, показывали проекты, красивые рисунки, это строительство сквера на перекрестке Ленина и Карла Маркса. Ну вот лето заканчивается, а там, ну как бы строительной техники никакой нет, никто туда на эту площадку не заходит. Говорили, что в этом году какой-то хотя бы нулевой цикл начнется. Там увидим мы технику, заборы, кто-то туда зайдет, начнет ли что-нибудь копать. Увидим заборы в этом году и увидим технику. Значит, проект готовый, деньги у нас частично есть. Мы объявляем аукцион, встретимся, как говорил, в 2016-2017 год. Мы говорили, что осенью объявим аукцион, и где-то ближе к зиме мы только-только начнем там земляные работы. И работы только-только там начнутся. В летний период никто не планировал строить, прошло проектирование. И вот предыдущие мои репортажи, серьезный разговор, ровно об этом мы говорили. И в этом году начнем. И необходимая часть денег для начала строительства уже есть. И для объявления аукциона в бюджете муниципального образования. И будем строить за счет бюджета муниципального образования полностью вот этот скверик на перечении улиц Ленина и улица Карла Банкса. Еще один такой вопрос, к которому мы на телевидении посвящали много внимания. Искали на этот вопрос решение, как-то его вообще не находилось. Это вопрос с бродячими коровами в городе, которые, ну, во-первых, они вызывают недоумение. Мы как-то в нашем довольно-таки симпатичном городе не привыкли, вернее, привыкли видеть этих коров. Они гадят на улицах, они вытаптывают газоны, едят рассаду, скверы. Люди высаживают цветы, коровы их благополучно поедают. Вызывает это, конечно, возмущение. Ну, вот в очередной раз, Александр Михайлович, есть ли решение этого вопроса? Спасибо за вопрос, Кирилл Ильич. Да, он актуальный. Действительно, вот такая проблема имеет место быть. И вот буквально недавно в «Одноклассниках» ТВХ, как я понимаю, шло бурное обсуждение, и на Сахкоме была размещена статья, что в Шахтерске все-таки с бродячими коровами борются и применяют административную ответственность к хозяевам этих крупного рогатого скота, те, которые бродят по городу, и вот все последствия, которые от этого перемещения по городу город имеет. Значит, мы собрали оперативное совещание, и мною был задан вопрос моим помощникам, а как так? Мы не имеем права, вы говорите, заниматься, и нет административной ответственности, ее упразднили, отменили, а тем не менее, Шахтерске ничего не мешает, Шахтерску для того, чтобы бороться, так скажем, с этим злом. Подробно взялись документы, разобрались, как там, обратились в Шахтерск с администрацией, значит, пообщались, обратились в интернет, посредством интернета посмотрели, как в других городах, вообще практику посмотрели по России. И вот к какому мы пришли, выводу, к какому мнению, значит, немножко предыстории. Закон об административных правонарушениях Сахалинской области, номер 490, это закон Сахалинской области, статья номер 10, она предусматривала ответственность за нарушение установленных органами самоправления Сахалинской области правил выпаса и выгула домашних животных, за исключением собак и кошек, значит, 490 федеральный закон. В развитии этого закона, статьи 10, мы приняли свои правила в муниципальном образовании, содержание выпаса и выгула домашних животных на территории муниципального образования городской Ахинский. И настоящее правило, они как раз ссылались на эту статью в развитии этого закона, и здесь четко было прописано, и какая ответственность наступает за нарушение этих правил. Но 21 февраля 2014 года был принят закон Сахалинской области номер 2, тот, который статью 10 закона Сахалинской области номер 490 отменял. Соответственно, отменяли сразу автоматические правила содержания собак. То есть мы полностью, правила у нас были отменены, и статья 10 отменена, и у нас не было правовых оснований привлекать к ответственности вот этих нерадивых хозяев за то, что они не следят за самими сельскохозяйствами и животными, в частности, крупный рогатый скот. Мы, значит, пойдем другим путем. Есть у нас правило благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования городской округ Ахинский. Здесь ответственность никакая не предусмотрена в части и нет. Никаких статей, которые предусматривали бы ответственность, регулировали, регламентировали нахождение крупного рогатого скота в городе, то есть его бродиатричество. Мы обратились в интернет, мы обратились в Шахтерск, и вот какие интересные вещи мы нашли. Значит, на ближайшей сессии собрания нашего муниципального образования, она будет 12 сентября, мы внесем изменения в правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. Вот эти правила мы дополним следующими пунктами. Вот за образец мы взяли город Комсомольск-на-Амуре. Запрещается выпад домашних сельскохозяйственных животных в черте городского округа, в парках, скверах, в жилых кварталах и других общественных местах, не приспособленных для этого. Это будет один пункт. Второй пункт будет. Запрещается передвижение домашних сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования без сопровождающих лиц. И третий пункт будет. Категорически запрещается нахождение домашних животных на улицах города, за исключением случаев. Ну, там будет ряд случаев. Это прогон скота к месту сбора и для пасть бы и обратно в период с 1 мая по 1 ноября, а также при проведении спецмероприятий в обозначенных местах в указанной сроке государства ветеринарной службы. Вот эти три пункта мы внесем, доработаем, значит, и попытаемся вот эти изменения решением собрания утвердить от 12-го числа и числа 15-го, как только мы собрание утвердит. А публикуем и они ступят в силу и за нарушение плавил благоустройства у нас с 490-м федеральным законом предусмотрена административная ответственность и мы будем к этим нерадимым товарищам применять меры административного действия. Это не что иное, как штраф штраф от 1000 до 2 при повторном до 5000. Вот как делает Шахтерск и мы к этому должны вернуться, но призывать к совести это малоэффективно, практически это бессмысленно, нас не слышат, коровы, можно сказать, уже и целое стадо их в городе гуляет со всеми вытекающими последствиями и то, что мы в скверике цветы и прочее, прочее, они ее поедают, конечно, это очень плохо, но тем не менее, возможно, это наша недоработка, мы где-то упустили, но тем не менее, уверялись, что пути решения этой проблемы нет, но тем не менее, мы ее нашли и в ближайшее время она, я надеюсь, будет решена и мы приступим, вот прям оперативно возьмемся за наведение должного порядка. То есть, это введение этих изменений в правил благоустройства, конечно, не значит, что коров в городе они пропадут, но, по крайней мере, для тех хозяев, которые, этих коров, будет предусмотрено наказание, их там будут штрафовать. Совершенно верно, в одномоментном мы не решим, но надо по этому пути двигаться и наводить порядок. Мы здесь, в этой студии, Александр Михайлович, с вами говорили о том, что наш МИД, на территорию заказника, въезд куда запрещен, вот в период сбора дикоросов будет разрешен въезд населению. Как эта работа организована, в какой период туда можно будет проехать? Да, Никита Ильич, действительно, мы об этом говорили. У меня была встреча с министром лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. Я встречался с главным лесничем Ахистского лесничества Брамян, Сергеем Самвелычем. Мы на эту тему с ним говорили и обещал жителям, что к осени мы эту проблему решим, по-моему, не по-моему, со вчерашнего дня. Пост перемещен с Музьмы на нулевой километр и, значит, не требуется никакой специальный пропуск. Все желающие уже могут сегодня выезжать, заниматься сбором дикоросов, грибы, ягоды. Пожалуйста, никакой пропуск не требуется, никто не будет останавливать. Но находясь в лесу, сейчас дожди и сыра это, понятно, нет, но становится теплая погода. Значит, попросил бы, чтобы обратили внимание все и соблюдали правила пожарной безопасности в лесах. Очень леса стоят спелоперестойные на Шмите, это леса еловые, хвойные стоят, темнохвойная тайга спелоперестойные. И если случится пожар, то там будет страшная беда, его будет очень сложно остановить, пересеченная местность. Почему не открыли раньше, не сделали, говорят, уже созрели грибы, ягоды. Это, может быть, даже было ей специально сделано, я об этом просил, не торопитесь открывать, потому что зеленая ягода, едут туда с целью там ее наживы, с целью продажи, зеленую вырывают, а потом уже граждане, кто там какие-то припасы сделать, приезжают к шапочному разбору, когда ягода созревает, там уже ничего нет, зеленую вырвали. Поэтому тянули практически до последнего момента, и практически до 15 октября, со вчерашнего дня, Шмидт, полуостров открыт, ягоды, грибники, ягодники, грибники, сборщики дикоросов, кто желает, пожалуйста, выезжайте и пополняйте запасы, отдыхайте, дышите свежим воздухом, на здоровье. Ну, тут сейчас тут несколько таких вопросов, подряд, которые сезонные, накануне 1 сентября, обычно звучат в нашей студии. Ну, первый вопрос по подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году. Насколько школы готовы, как прошли программы по их ремонту, все ли благополучно? Да, значит, напомню, что в бюджете муниципального образования впервые за всю историю, я так думаю, нашего городского округа, округа мы по состоянию на сегодня уже выделили свыше 42 миллионов рублей, грядут очередные поправки в бюджет 12-го, с сентября будут мы еще денег добавить, на подготовку школ к новому учебному году, хотя уже начнется на учебный год, но тем не менее будем продолжать ремонтировать. Значит, 17-18 была приемка школ, все школы муниципального образования приняты, есть там определенные моменты, но до 1 сентября косметика, их устранять делают, а так в целом все школы приняты, у меня вызывает опасения, не только у меня, у управления образования идут дожди, мы в коем веке нашли деньги на ремонт школы в села Москальу, объявимый акцион, есть подрядчик, фирма Южно-Сахалинская, фирма вообще она в Краснодаре зарегистрирована, филиал у нас сходится в Южно-Сахалинске, но на сегодня они еще не прибыли на ремонт школы, но справедливости ради надо сказать, что деньги были в майских поправках, процедуры закупок, 44-й пресловутый закон, пока он больше вреда приносит, чем пользы, значит, произошел демпинг, там порядка полтора миллиона скинули цену, но кто такие, они еще не приезжали, 25-го здесь будут, но дожди идут, школа прямо до первого этажа, бедный там директор школы, она очень сильно переживает, и мы переживаем, и купили уже насос эту воду, там откачивать помогаем, но надеемся, что все-таки в сентябре у нас погода установится, и мы наплавляем у крови, 100% в школе сделаем, все там пока залито, есть опасения, но тем не менее, учебный год, она начнет школу тоже вовремя, там не так много учеников, тем не менее, не есть, и в этом году мы школу все-таки должны сделать, если нас не подведет подрядчик, но не от нас, это уже зависит, мы работаем, ведем переговоры, возможен вариант, что ежели он не приступит в ближайшее время, будем расторгать контракты, выходить на повторные торги, так требует 44-й федеральный закон, ежели не было этого закона, нашли бы наш, у нас очень много своих добросовестных подрядчиков, и с мая месяца, поверьте, нашла бы уже эту школу давным-давно, кровлю бы отремонтировали, и нормально у нас была школа, и не протекала, вот это последствия, вот этого 44-го федерального закона, все от него стонут, но тем не менее, закон, какой он был, не был хороший, плохой, его надо выполнять. Осталась, ну, неделя, до, чуть больше недели, до празднования дня города, вопрос, когда приступят к ремонту стелы, АХ, город нефтяников, но она находится в довольно-таки неприглядном виде, облицовка отваливается где-то там, обновить ее еще планировали к празднику. Да, совершенно верно, значит, 2 миллиона 900 было предусмотрено местным бюджетом на капитальный ремонт стелы, АХ, город нефтяников, объявили мы аукцион вовремя, но, к сожалению, никто не заявился, повторно объявили, три заявки выиграла фирма, демпинг 1 миллион 400, с 2 900 за полтамеремиллиона, сказали, сделают, хотя, любой демпинг в любом аукционе, он ни к чему хорошему не ведет. В пределах разумного 10%, да, это как бы ничего страшного, а когда практически 50% вскидывают от первоначальной цены контракта, то это уже надо насторожиться, или будет качество плохое, за счет чего они будут экономить, непонятно. Двойной контроль за ними нужен, конечно, на стадии реализации. Совершенно верно, будет халтура, значит, выиграла фирма Южно-Сахалинская, Альянс Групп, они приехали здесь, и вот вчера, как мне докладывают, люди уже там были, приступают к ремонту, но, учитывая эти дожди, наверное, в дню города они сделать не успеют, но, тем не менее, у них контрактные сроки, это сентябрь месяц, все-таки в сентябре делают. Хотелось бы, конечно, чтобы это все было к празднику, но вот погода подводит, и подрядчики нас подводят, но, тем не менее, мы его сделаем, жизнь на дне города, на праздниках, она не заканчивается, продолжается, и надо, чтобы был приглядный вид у этого знака памятного. Кстати, еще о ремонтах памятных знаков, к майским праздникам, к 9 мая, Стеллу в городском парке отремонтировали, она приобрела такой нормальный вид, но потом, после дождей, плохой погоды, она начала осыпаться, ее подмазывали, потом опять там штукатурка где-то отваливалась, говорили о том, что подрядчик, который выполнял эти работы, ну, скажем так, проведет, и ее божеский вид вернет. Что известно, там эти работы будут проводиться? Ситуация, она немножко другая, там, по большому счету, наверное, к подрядчику-то и претензий нет. Как подготовили смету, какие материалы предусмотрели, так подрядчик и сделал. То есть, качества работы к подрядчику, по большому счету, этой претензии нет. Это материалы применили не те, и куда смотрели, как этим занимались. И подрядчик тогда, сейчас будет, есть добрые отношения с ним, он нас слышит, говорит, делает, но бесконечно долго, бесплатно он это делать не может, каждому празднику ее приводить в соответствие. Значит, мы сегодня буквально специалистами в администрации, заместителем своим, кто отвечает за это дело, разговаривал, как это было сделано, почему тот сотрудник Кукса, который сметует, и дела его уже нет, он не работает. Но я бы не обответственно, сейчас говорю о том, что был пристойный вид у этой стелы. Значит, попросил их подготовить современные материалы, технологии, не так, чтобы дождь прошелся с мыла, а нормальные краски, нормальные материалы, штукатурить в хорошую сухую погоду и сделать нормальный вид, чтобы мы ее каждому празднику не ремонтировали. Сейчас дадут предложение, составят нормальную смету, и надо ее отремонтировать. Да, это можно сказать, кто понесет ответственность за то, что было сделано. Ну вот, было сделано, без меня это было сделано, я тогда вот в силу этих событий тоже пока находился, но себя ответственности абсолютно не снимаю, и надо ситуацию исправить, и в божеский вид привести этот обелиск. мы разберемся, сделаем, мы наведем здесь тоже порядок. В завершении нашего разговора вопрос на тему спорта. Мы привыкли к тому, что наши команды, спортивные выезжая на те или иные соревнования, привозят призовые места, медали, грамоты, дипломы, ну, АХА, довольно-таки спортивный город, но при этом, вот, недавно были подведены итоги такого большого областного конкурса спортивной элиты Сахалина, и представителей АХИ нету ни среди победителей, ни призеров. Вот, на ваш взгляд, анализировали ли ситуацию со специалистами, почему сложилась вот такая ситуация? Да, это подведение итогов буквально было совсем недавно, мы пока еще анализ не провели, особо-то и не разобрались, что там, где сбой произошел, но тем не менее, хотел бы до населения, до нашего довести условия конкурса, какие условия были на проведение лучшего муниципального образования Сахалинской области, конкурс спортивной элиты Сахалинской области в сфере физической культуры и спорта определяет последующим критериям, я их вот вкратце зачитаю, доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования, доля населения, занимающаяся физической культурой и спортом, по месту трудовой деятельности от общей численности населения, занятого в экономике. Следующее. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности в данной категории населения. Количество спортивных сооружений на 100 тысяч населения. И крайний критерий был доля населения, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения. Вот такие были критерии. И какие наши достижения, это подводились, напомню, нашему населению и спортсменам за 2015 год. Результаты детско-юношеская спортивная школа города Ахи является одной из сильнейших в области. Основной костяк сборной команды Сахалинской области по лыжным гонкам составляют наши спортсмены. Треть населения нашего округа вовлечена в регулярные занятия физической культурой и спортом. Чемпионат и первенство Сахалинской области по лыжным гонкам на приз дружбы. Первое место в мужской стафете и второе место в женской стафете. Чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом среди взрослых команд. Аха, второе место. Чемпионат Сахалинской области по боксу. Три первых места в Ахи. Чемпионат Сахалинской области по баскетболу среди мужских команд. Аха, первое место. Чемпионат Сахалинской области по баскетболу среди женских команд. Аха, первое место. Первенство Сахалинской области среди детей коренных народов, АХ, первое место Чемпионат Сахалинской области по болейболу среди мужских команд, АХ, третье место Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису, третье место АХ, женская команда и пятая место мужская команда Третье место женская пара и третье место смешанная пара Спартакеада Сахалинской области среди людей с ограниченными возможностями, АХ, пятое общекомандное место Что же там произошло? По предварительной информации, значит, вот эти критерии поменяли, сноуборд и горные лыжи в критерии вошли, но ясно, что у нас этот вид не развит и, по всей видимости, нам призового места не осталось. Тем не менее, мы разберемся, либо мой заместитель будет выступать в следующий серьезный разговор, либо я, и более информацию, почему это произошло. Я считаю, это незаслуженно, что нам не досталось призового места. Но, тем не менее, причины мы их в одной из ближайших передач озвучим. Однозначно, это не так. АХА спортивный, АХА занимается, занимаем призовые места, и то, что нам не досталось призового места, это совершенно несправедливо и не соответствует действительности. Ну что ж, уважаемые телезрители, напомню, что сегодня в рубрике «Серьезный разговор» побеседовали с главой муниципального образования городского округа Хинский Александром Михайловичем Шкарбалюком. Александр Михайлович, большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.